Ребята, всем привет! В данном уроке мы с вами рассмотрим такой концепт, как очень часто встречающееся явление в разработке веб-приложений, сплошь и рядом, практически встречающееся в каждом проекте, как фильтрация определенного списка ресурсов по параметрам, которые приходят к нам из адресной строки. Например, у нас может быть список товаров, и мы хотим отфильтровать его по каким-то параметрам, по размеру, по весу, или, например, это может быть список пользователей, которых мы хотим отфильтровать, допустим, по половому признаку, по наличию каких-нибудь определенных полей и так далее. В общем, это встречается сплошь и рядом практически в каждом приложении, и у нас будет два урока на эту тему. В первом уроке в этом мы сейчас разберем базовую реализацию этого концепта, когда мы просто выполним, сделаем так, чтобы то, что мы хотим работать, чтобы оно начало работать. То есть мы не будем задумываться сейчас о хороших практиках написания кода, мы просто реализуем фильтрацию таким образом, чтобы просто она работала. А в следующем уроке мы рассмотрим то, как этот наш код можно будет улучшить, избавившись от логики в контроллере, вынесем. В общем, подумаем, как можно будет сделать так, чтобы все это было красиво и следовало стандартам написания кода по принципам Solid в том числе. И, в общем, рассмотрим лучшие практики написания кода для данной конкретной задачи. Вот, поэтому давайте приступим сейчас сразу к написанию. У нас есть пока что просто, я только что установил новый Laravel проект, и, как мы видим, здесь просто у нас стартовая страница. Давайте перейдем в наш редактор кода, и для начала подумаем, нам первое-наперво нужно, конечно, список каких-то ресурсов. И лучше всего это сделать через database seeder. У нас здесь есть по умолчанию ничего нету. Давайте, у нас есть user-stable seeder. Давайте мы будем фильтровать юзеров, поскольку Laravel уже предоставляет нам это по дефолту. Нам надо будет создать этот seeder. seeder создал. И давайте подумаем. Мы вызовем factory-метод. И создадим несколько юзеров. Пусть это будет 100 юзеров, чтобы нам было с чем работать. Давайте пойдем в user-factory и посмотрим, какие поля у нас есть. Здесь у нас есть имя, имейл, пароль. Давайте добавим сюда, например, еще gender. И нам нужно будет определить, например, для мужчины будет 1, а для женщины будет 2. Нам нужно сюда в случайном порядке запихнуть 1 или 2. Но сделать это можно в функции random мы сделаем 1 и 2. Давайте еще подумаем, что мы можем делать. Например, мы сможем фильтровать по имейлу. И давайте, чтобы задача была интереснее и сложнее, сделаем еще связанную таблицу с юзером. Например, сделаем юзер аккаунт, и она будет иметь связку 1 к 1 с юзером. И мы сможем еще фильтровать и на основе данных из этой таблицы. Давайте создадим миграцию для этого. create user-info table user-info Также создадим модель опечатка переименовать user-info И мы скажем, что user-info belongs to user и мы скажем, что user у нас has one user-info Давайте назовем просто класс и метод назовем info и мы вернем has one user-info класс Пойдемте в табличку create user-info table и сюда добавим, например давайте добавим, например день рождения birthday пусть он будет nullable по умолчанию и давайте добавим, например давайте добавим какой-нибудь флаг, который будет определять, например, активный или нет хотя это лучше, конечно, в юзер засунуть давайте пойдем в юзер create users table и сюда засунем user-info и засунем, что мы там добавили gender, да table integer gender пусть по дефолту они все будут активные активные здесь нам также понадобится связка к юзерам user-id ну и, собственно, и все для начала все и таким образом мы сможем фильтровать, например, по полу по статусу активности или нет добавим текстовое поле для фильтрации по имени или по e-mail и добавим фильтрацию, например, дня рождения, который указан у них в user-info табличке я думаю, это хватит нам, чтобы начать давайте выполним наши миграции что я не настроил базу данных поэтому давайте это сделаем база будет у нас называться filtering username root пароля не будет создадим новую базу и попробуем выполнить отлично давайте пойдем в рауты и здесь добавим например users и будет использоваться users-controller метод index назовем его users-index создаем контроллер давайте получим список всех юзеров скажем скажем что они нам нужны с их информацией получим и вернем в юшку и передадим туда юзеров для этого нам понадобится вьюшка ресурсис views users-index-blade-php не будем заморачиваться с layout просто сделаем какой бы то ни было в юшку и здесь скажем for each users as user и выведем имя юзера пока что давайте посмотрим что у нас получилось ничего не получилось но оно и правильно потому что у нас сейчас в базе нет ни одного юзера если мы посмотрим нашу базу сейчас наша табличка наша база filtering у нас нет юзеров давайте вернемся к нашим сидерам user-sider и наши 100 юзеров мы здесь создадим их следующим образом нам понадобится значит джендер у нас уже автоматически будет генерироваться какие еще поля добавили create users-table isActive нам нужен так userfactory isActive то же самое сделаем random int 0 1 и нам понадобится еще нет больше нам ничего не понадобится нам понадобится в user-sidery нам нужно будет сказать после того как он нам создаст 100 юзеров нам вернется коллекция из этих юзеров и для каждого мы также создадим связанную табличку user-info class create и в качестве user-id мы передадим сюда нашего юзера а остальные поля будут автоматически подтягиваться из объявленного factory который мы сейчас создадим make factory user-info user-info у нас будет день рождения faker date я думаю есть такая функция у них и что у нас еще create user-info table у нас у нас больше ничего и нет сказать случайная дата и здесь мы ее выдаем давайте посмотрим что у нас есть у нас формат и max now значит static date time в таком-то формате и минимальной даты у нас наверно нету да о date time between есть я думаю это то что нам надо давайте date time between 30 лет назад и сейчас так сохранили и я думаю сейчас можем выполнить нашего сидр нет user-info doesn't exist потому что мы не понимаем Laravel предоставляет нам свое название для нашей таблички у нас табличка называется user-info давайте это объявим table равняется user-info хотя можно было исследовать соглашением которые Laravel предоставляет но не суть можно и так и так пробуем еще раз и у нас успешно все засиделось и смотрим у нас есть 200 юзеров давайте сделаем знаете что перед тем как перед тем как мы будем выполнять наш сидр теперь мы скажем user truncate что удалит все существующие записи в таблице и таким образом мы всегда будем начинать с чистого листа вот таким образом сейчас у нас должно быть 100 юзеров и также 100 sorry и здесь тоже нужно будет сделать user-info truncate еще разок и так у нас получается 100 записей в таблице user-info и каждая из них соотносится со своим юзером в табличке users отлично давайте перейдем в нашу браузер и мы увидим здесь список из 100 юзеров которых мы только что создали давайте придадим этому какой-то более-менее нормальный вид возьмем bootstrap сразу выглядит получше давайте достанем что-нибудь какой-нибудь компонент тик вот есть какие-то карточки например смотрите давайте заюзаем эту карту и здесь у нас будет следующее card image top картинки у нас не будет card body здесь у нас будет user title здесь у нас будет user info пол мы скажем user gender равняется 1 если да то мы возвращаем male если нет то мы возвращаем female и давайте давайте последнее скажем is active у нас будет user user is active если да то мы скажем yes если нет то мы скажем no что получилось ну что-то типа того имя 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 день рождения пол и статус активности теперь давайте организуем здесь какой-то какой-то сайт бар где у нас будет происходить непосредственно наша фильтрация здесь будет форма какая-то которая поведет на юзеров name name это будет поле для фильтрации по имени отлично итак вот наше поле для фильтрации по юзерам наверное форм групп лейбл форм control кажись input type text класс форм control тоже или я путаю name name ну и пойдет у нас есть name и у нас есть будет button type submit class btn btn default назовем его filter давайте как-то поинтереснее primary отлично и добавим также необходимые поля для фильтрации по из active это у нас будет уже checkbox checkbox name is active id is active здесь будет is active есть галочка работает что нам еще понадобится хорошо давайте пока начнем реализовывать функционал с этими двумя полями и потом добавим оставшиеся если мы сейчас нажмем мы введем какой-то фильтр допустим jasmine и скажем активный мы передаем эти наши параметры в наш контроллер давайте пойдем в контроллер и начнем их там обрабатывать users контроллер и как я уже сказал здесь мы сделаем то как это делается ну я бы сказал повсеместно и везде то есть плохим путем мы просто сделаем это так чтобы это стало работать а потом мы рассмотрим почему такой подход плох чем он плох и как же собственно его улучшить и что сделать для того чтобы всем стало хорошо и так теперь мы что у нас меняется у нас мы вместо того чтобы сразу получать коллекцию из нашего билдера мы сначала строим наш билдер каким-то образом то есть мы у нас всегда будут мы хотим выбрать каких-то юзеров с их информацией а теперь в зависимости от того что у нас пришло на наш endpoint в качестве параметров в реквесте мы начинаем наш проверки если request has name да то есть если пользователь ввел какое-то имя мы говорим тогда user where name like и то что пользователь ввел в качестве своей поисковой строки дальше делаем вторую проверку если request has is active то есть если галочка была проставлена мы говорим user where is active request is active так и в самом конце мы говорим users get в итоге получаем нашу коллекцию и передаем нашу переменную нашу коллекцию во вьюху давайте смотреть таким образом у нас получается active on потому что у нас не совсем правильно нам надо в нашей вьюхе сказать что значение нашей галочки будет принимать значение 1 или 0 здесь мы получили всех юзеров и давайте например отфильтруем только по имени чтобы такая комбинация боксов была в имени странно что только один давайте джон вообще нету джейк коней так у нас есть джесс джасмин дженни и джесси нет и смотрите один из них активный два нет и если мы хотим сказать что нам нужен только активный это связано с тем что у нас сбрасываются фильтры которые были применены до этого поэтому давайте давайте это тоже сейчас подлатаем здесь нам нужно будет сказать что value для этого поля будет если есть то request name если нет то пустая строка будет так работать и наверное просто вот так да у нас все работает и для галочки сделаем то же самое мы проверяем если из актив у нас равняется 1 то мы добавляем атрибут checked а если нет то мы не добавляем никакой атрибут не работает почему тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык потому что кавычка лишнее наверно все что здесь у нас есть заносится в наш поле name все что передано в качестве из актив но заносится в поле ставится галочка из актив знаете что я подумал нам нужно здесь не чекбокс а радио кнопка потому что это может быть как мы же хотим выбирать как активных так и неактивных пользователей поэтому назовем из актив value1 ид из актив хорошо будет чект если это так и будет вторая радио кнопка которая будет иметь то же имя но которая будет иметь значение 0 и она будет из над актив и мы будем говорить если из актив равняется нулю то тогда мы проставляем точнее не нулю а если нету реквест из актив то тогда мы ее проставляем а если есть тогда не проставляем из актив есть снова давайте поставим пробел итак наша фильтрация работает давайте добавим остальные поля здесь будет birthday name birthday request birthday gender еще выведем а это будет gender у нас будет select таким образом мы со всеми типами полей поработали поработаем здесь и я считаю что это будет полезно давайте скажем select name gender id пусть нам какой-то 1 он не нужен option будет value 1 будет male здесь будет female и точно так же здесь мы скажем а request gender равняется 1 если да то мы скажем checked а если нет то мы ничего не скажем checked или selected selected да по-моему selected а здесь если два то скажем так Соответственно, здесь мы, если отправляем male, у нас есть gender1 появляется, а если отправляем female, value2, то gender2 и корректно у нас выставляется в нашем селекте выбор по дефолту. И для даты, знаете что, давайте я не буду натягивать сейчас дейтпикер, который усложнит нам задачу и растянет урок еще на дольшее время, там будет какая-то все равно необходимая, какая-то его элементарная реализация. Ну, как правило, это такие вещи, которые, они простые, но занимают какое-то время, и, как правило, ты их никогда не знаешь, как точно делать, и ты постоянно гуглишь для того, чтобы как-то сделать, ну, если только ты не работаешь с этим на постоянной основе за дня в день и знаешь хорошо API для каждого компонента, который ты используешь. Я не знаю, поэтому, если я сейчас буду натягивать дейтпикер, это будет, ну, неинтересно и не особо по теме будет относиться. Вот, поэтому, если интересно, скажите в комментариях, давайте сделаем отдельное видео, как натягивать дейтпикер. Ну, то есть, дейтпикер такая штука, когда ты кликаешь на поле для ввода и выпадает календарик. Ты выбираешь дату, и дата, которую ты выбрал, встает сюда, если вдруг кто не знает. Вот, а для наших целей я предлагаю сейчас просто руками вводить дату сюда какую-нибудь, допустим, в таком формате, как у нас она здесь, это год, это месяц, это день. Давайте скажем просто 1990 год, 01.01. И у нас здесь это должно отобразиться. День рождения есть, пол есть, активный статус есть и имя есть. Соответственно, если мы здесь что-то меняем, то все у нас хорошо здесь отображается. Фильтрация у нас работает пока только по этим двум полям, как мы помним, поэтому давайте сейчас быстренько напишем функционал для фильтрации по оставшимся двум полям. Перейдем в контроллер. Добавляем новую проверку. Request has birthday. Давайте напишем фильтрацию, users. И здесь нам нужно будет взять where has, потому что у нас Birdy хранится в нашем отдельном, у нас здесь связанной сущности. И мы скажем query where has user info, function, query. И мы скажем query where birthday больше request birthday. И наш последний фильтр. Если есть фильтр gender, users, where gender равняется request gender. Все просто. Давайте проверим функционал. User info. А, мы просто info назвали. Info. Request. Где? В 26-й строке. Request. Надо заюзать этот наш request. И похоже, что наш фильтр работает. Смотрите, Emily Johnson, она совпадает по имени. Она у нас неактивная. Она у нас мужчина. И ее день рождения позже даты, которые мы обозначили. Давайте скажем здесь 2002 год, например. И у нас таким образом нет результатов. А если мы скажем 1930-й, то все равно она одна. А если мы скажем, что нам нужны только активные, то она исчезает. Ну что, давайте быстренько пробежимся по получившемуся у нас коду. Выглядит он, мягко говоря, не очень, честно, на мой вкус. И я бы ни за что не оставил код в таком виде в продакшене, в каком-то, в реальном приложении. Потому что, но мы видим, нарушается очень много всяких базовых принципов построения хорошего кода. И первый из них это, естественно, Single Responsibility Principle. Хотя он больше не он, потому что вроде бы как это контроллер. И контроллер, который нам должен выдавать выборку по ресурсу. И он вроде бы это делает. И вроде бы это его работа. Можно сказать, что в принципе Single Responsibility Principle здесь не особо нарушается. Но очень сильно нарушается второй принцип из пяти принципов Solid. Это Open-Close Principle. Это принцип, который говорит о том, что ваши классы должны быть открыты для расширения, но закрыты для модификации. И это довольно сложный концепт, если никогда с этим раньше не сталкивались. Но, по сути, это довольно простая вещь. Если, ну, на этом примере это очень хорошо видно. То есть для того, чтобы нам расширить функционал нашего класса, в данном случае нашего контроллера, если, например, мы захотим добавить здесь еще один фильтр, для того, чтобы фильтровать по имейлу, скажем. Чтобы это нам сделать, нам придется, волей-неволей, нам придется дописывать сюда новый фильтр. И это будет как раз-таки модификация нашего существующего кода. В то время как Open-Close Principle говорит о том, что вы не должны модифицировать ваш существующий код. Вы можете его только расширять. А расширять вы можете его посредством абстрагирования частей функционала в свои классы, которые будут выполнять свою небольшую работу. И все вместе получается такая синергия, которая позволяет добиваться желаемого результата красиво и без потерь. Давайте закончим на этом наш урок. То есть мы реализовали базовый функционал фильтрации ресурса. Он работает и вроде бы как претензий нет. Но если вы такой же, как я, и вы считаете, что так дело оставлять просто никак нельзя, потому что это плохо, это неподдерживаемо, это не то, что нам нужно, то увидимся в следующем уроке, где мы попробуем найти пути решения для того, чтобы улучшить наш код, для того, чтобы сделать его более поддерживаемым, читаемым и вообще классным. Поэтому спасибо за просмотр. Увидимся в следующем уроке.